Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за Барселону. Сегодня у нас три интереснейших матча, причем два, это Эль Классика. Во-первых, у нас продолжается Лига Чемпионов, мы уже второй раз подряд, можно так сказать, с клубами выходим. Ну, все-таки с такими клубами будет трудно не выйти. Мы выходили с Ювентусом в плей-офф и выходим также вот за Барселону. Для нас это первый матч в плей-оффе за Барселону. Ну, начнем, во-первых, это Наполи, мы играем на выезде. Мне легче всегда играть на выезде, потому что здесь я могу раскрыться нормально, постараться забить много голов на выезде, потому что гостевые голы более ценятся. Ну и также вот у нас следующий матч в чемпионате против Реала. Я буду играть вторым составом, я очень сильно рискую потерять эти очки. Но дальше у нас там будет игра с Атлетика, не знаю только когда, вот, в апреле в конце. Так что, если что, посмотрим. Ну, и, естественно, мы будем готовы первым составом выходить против Реала, вот, в кубковой встрече, ответной в полуфинале Кубка Испании. Поэтому нам там обязательно надо выигрывать. Вот такой у нас состав выйдет на матч с Наполи выездной и на домашний, я так понимаю. Да, вроде как у нас домашний этот матч будет против Мандельского Реала в Кубке Испании. Ну, а промежуточный матч в чемпионате я сыграю вторым составом. Ну, вот такая вот жеребьевка здесь. Еще и дождь на стадионе. Поехали. Итак, Лига Чемпионов наконец-то возвращается на экраны. И тем более для нас. Мы неплохо так отыграли группу. Но вот нам попался Наполи в одной восьмой. Хороший, на самом деле, соперник в реальной жизни как раз тоже. Барселона встречается против Наполи именно на стадии одной восьмой. Первый матч они сыграли в ничью, вроде, на стадионе именно в Италии. А вот ответный матч пока что заставляет себя ожидать из-за пандемии коронавируса. Канте. А вот это вот зря, мне кажется, сейчас было. Опа, как Гризманта хорошо перехватил. Жезус и Канте добивай. И это 1-0. Нголо Канте забивает за Барселону. Я понимаю, конечно, что в реальной жизни бы такого не было. И по правилам, все-таки я не знаю, какие это вообще правила, но просто, наверное, это регламент Лиги Чемпионов, что игрок заявленный переходит в трансферное окно зиме в другой клуб, он не имеет права играть. Так это было и с Филиппо Коутиньо, когда он переходил из Ливерпуля в Барселону. То, кстати, он мог, если бы Ливерпуль обыграл бы в финале Реал в тот сезон, тогда бы Коутиньо стал бы обладателем Лиги Чемпионов, так как он все-таки был заигран за Ливерпуль. Здесь же все-таки Канте был заигран в Лиге Чемпионов за Челси. Мы его подписали. И так что, ну, это ладно. Первый гол, кстати, Канте в Лиге Чемпионов за Барселону. Поздравляем его. Ну и для нас это плюс. Мы, во-первых, забиваем в гостях. Ну и просто выходим вперед. Тут Ля Порте, Пике. Ну, это пенальти. Там Гризман в группу кому-то играл. Это кто у нас? Это Томас Мелье, который перешел из ПСЖ. Вот он, этот момент. Ну, тут прям как-то странно так показали, но ладно. Месси у мяча. Лучше пенальти бьет, конечно, Неймар. Да давайте Неймар, потому что нам сейчас без разницы вообще кем, потому что я буду бить панынкой в левый верхний угол. И это 2-0, 20-я минута. И Неймар увеличивает преимущество Барселоны на выезде. И стадион вообще шумит так просто невероятно. Наполе перестал играть в свою игру. Ну, это просто понимают болельщики, что если сейчас Барселона еще и еще забьет, то вряд ли уже Наполе отыграется. Это все-таки не полфинал, где Барселона уже два сезона подряд выигрывает Рому. Выиграли 3-0, проиграли, если не ошибаюсь, 4-0. Я не помню, там с каким-то 3-1 вроде да, они победили. И 3-0, потом Рома их обыграла. А вот здесь вот просто невероятный камбэк от Ливерпуля был, когда четыре мяча на Энфилде забили. Так что Барселоне, ну, просто не везет в полфиналах. Посмотрим, как в этом сезоне, если из-за пандемии будет, все-таки после пандемии будет продолжен сезон, ну, вот это хотя бы именно Лига Чемпионов, будет интересно это посмотреть. Пока что каждые 10 минут забивает Барселона. И как Контета сейчас просто уже на траектории мяча был. Ну и Пике забивает. Это удаление, вы серьезно? Красной карточкой Жерару Пике он не сыграет ответный матч. Ну, это просто невероятно. Ну и побежал, побежал сейчас. Наполе в нападение. Фабиан и все-таки забивает. Все-таки забивает Наполе, уменьшая наше преимущество. Тем более, воспользоваться тем, что играем мы в десятером. Ну, просто моменты не создали свой. У нас некого, наверное, выставлять там вообще в оборону. 2-1. Выиграем мы в меньшинстве, но все-таки шансы есть, как и у нас, так и у Наполе. Но Наполе нужно обязательно забивать два мяча в следующем матче. Забит один. Будет мяча 2-2, но мы все-таки забьем. Забили два мяча во встрече, так что это для нас выгодно. Итак, вы одержали победу. Фавориты в этой паре, да, все так это и есть. Умтити так и не вышел. Команда прежде всего. Причем здесь Умтити-то. Будет нелегко, мы это тоже скажем. Так, ну что же. Дисклифицирован Жерара Пике. Умтити говорит, ему нужно чаще играть. Он и так играет часто. Но у нас, кстати, друзья, вы посмотрите. У нас сейчас хороший отрыв. Там Атлетика с кем-то очки, скорее всего, потеряли. Я прям даже хочу посмотреть с кем. Вот так здесь Реал победил. Атлетика с Велериалом сыграли в ничью. Потеря очков для Атлетика. Так что, если мы даже Реалу проиграем, Атлетика просто нас догонит, они нас не обгонят. Это тоже хорошо. Полное выздоровление. Кого? Усмана Дембели. Это замечательно. У нас пресс-конференция. Мы играем еще и на Сантьяго Бринобе во втором составе. Сейчас будет трудно, но мы будем пытаться. Хватит ли вам сбавлять обороты? Мы не намерены. Здесь понатвечаем. Мы собираемся победить. Мы лучше играли. Все. Так. Расклад матча такой. У нас лидерство 4 очка над Реалом. 3 очка над Атлетиком. Играем вторым составом. Как сказали мне Дембеле, там восстановился от травмы, но, как вы видите, у него стамины просто 0. Если бы Чалов, кстати, тоже восстановился, так что, я не знаю, пусть Аби будет все-таки в нападении играть. Поспокойнее будет, потому что там мало сил у Чалова. Все. Играем вторым составом против Реала. Вот так вот. Самонадеянно. Но у нас дальше, потому что может быть вылеты из Кубка Испании, если мы проиграем Реалу. Вообще, надо нам их там выигрывать. 2-0 хотя бы. Вот он состав. Облачный на Сантьяго Бринобео. Поехали. Итак, друзья, четвертое. Вы только вслушаетесь. Четвертое. Эль Классико. Из шести, я так понимаю, в этом сезоне, потому что мы еще встречались с ними. Ну, давайте все вместе посчитаем. Победили мы их 1-0 в чемпионате Испании. Победили их в суперкубке полуфинала. Ну, полуфинал суперкубка Испании. Победили 1-0. Проиграли 1-0. В полуфинале Кубка Испании теперь. Ну, и вот у нас чемпионат Испании. Ответная, можно так сказать, игра. Прошлую игру мы выиграли в чемпионате 1-0. Посмотрим, как сыграем вторым всталом на Сантьяго Бринобео. Поехали. Замечательно. Артура. Я надеюсь, без офсайдного было сейчас. Абе. Абе. 1-0. Третья минута. Без офсайдного тем более. Этот парень вышел вместо Чалова. Что за невероятный, а? Азиат. Это просто чудо. Ликуют болельщики Барселоны, которые приехали на стадион. Ну, вы просто посмотрите. Замечательная передача от Артура. На ложном. И левой ногой в дальний угол. Куртуа на воротах. Да, там стоит. Ну, все. Первый гол. В первом же матче. Хироки Абе забивает. И вот Реал понесся. Понесся. Говорит, Бейл еще входит в штрафной прострел. И как Кросс сейчас бильярдно. Вот это вот очень даже сейчас похоже на реальность. Тони Кросс очень хорошо бьет бильярдными дальними ударами. И как он сейчас замечательно в дальний нижний угол пробил. Вы просто посмотрите. Бейл еще такую передачу отдал. И вот здесь вот. Левой ногой. Как он сейчас ровно прям во внутренний нижний угол забил. И просто посмотрите. Еще. Это лягушачий еще такой удар получился. Пятый гол. Тони Кросса в чемпионате. И вот так вот уже на 13 минуте 1-1. Но это следовало ожидать. Потому что то тогда Барселона выигрывала два матча в сухую. Артур. Артур 2-1. Мы выигрываем Реал вторым составом сейчас. 26-ая минута. Артур голевая и гол за сегодняшний матч. Все. MVP матча. Я вам отвечаю. Будет у него. И Абе вроде отдал голевую передачу сейчас. Так что значит они вот так вот поменялись. Прошлый гол забил Абе с голевой от Артура. Теперь вот Артур с голевой от Абе. Вопрос замечательно. Где Куртуа? Возле его руки сейчас мяч просто летел. Не так уж сильно подкрутил. Здесь тащить нужно было. Ну и Рамос уже разлегся. Второй гол Артура в чемпионате Испании. Просто шикарный матч я вам хочу сказать. Артур. Абе неплохо. И Филиппе Каутиньо. 3-1. Каутиньо ставит практически точку в матче. Перед самым перерывом забивает. 3-1 Барса. Громит. Ну можно это сказать. Если сейчас конечно мы во втором тайме забьем 4-й мяч Реалу. То это будет точно разгром. Но пока что это просто неубдительная игра от Реала. Кто скажет. Ну они тебе как бы забили. Но я им как бы забил 3 мяча вторым составом. В прошедших 3-х матчах. Когда 2 победы по 1-0 у нас было. И 1 поражение 1-0. Я играл каждый матч первым составом. И тут я их выпустил второй состав. Потому что нереально было бы мне сейчас в выпуске 3 матча подряд отыграть первым составом. Вот. Забивает 3 мяча. Абе. Адобивай. И Сауль делает счет 4-1. Все. Вот теперь это точно разгром на Сантьяго Бернабео. 4-1. Абе не смог по нэнкой конечно сейчас парашютиком таким пустить мяч за спину Куртуа. Но смог опасно создать момент для Сауля. Тот замечательно сыграл верховую борьбу. Сейчас узнаем даже против кого. Но это Мелитао был. Это был Мелитао. Вообще не крыл он сейчас Сауля. Ну и Сауль забивает. Четвертый гол свой уже в чемпионате Испании. Разгромная победа Барселона над Реалом. Вторым составом 4-1. Просто невероятная игра. Кто сейчас станет MVP матчем. Мне это очень интересно. Либо Артур, либо Абе. Других вариантов у меня нет. Абе. 9-4. Оценка замечательная. Почему Неймар так и не вышел? Потому что ему играют в следующую игру против Реалу. Мы не проиграем уже 26 матчей подряд. Все матчи одинаково важны. Все. Сейчас у нас главное вот этот запал, который дал второй состав, перенести на матч ответный в Кубке Испании полуфинал. Фирпо прокачал себе подкат 81 теперь. Вот такие вот дела. И посещаем пресс-конференцию. Матч у нас. Кстати. Давайте уже. Как вы видите, Умтити у нас прокачался до 88. Пике 87. Поэтому здесь заслуженно. Умтити он у нас и просил. Да и Пике удаление получил. Поэтому Умтити сейчас будет играть второй, так сказать, матч против Реалу. Вот он, состав. Ну, он готов. Действительно готов. Он очень хорошо отыграл. Он мяч там практически из пустых воротов подобрал после отбитого мяча Нектор. Для Порте ротация важна, скажем. В прошлый раз надо меньше думать о сопернике. Болельщики. Давайте болельщиков. Все-таки надо поддерживать болельщиков. Они тоже в таких же условиях, как и мы сейчас находимся. Все. Что там по новостям? Ничего, наверное, интересного. Так. Кандидаты, кстати, на звание игрока месяца в феврале. Кто у нас здесь? Артур, Миранчук, Карлос Солер, Сантимина, Гомейро, Артур и Миранчук. Но у нас двое, и это замечательно. Так что, Спеликоэто должен сыграть великолепно. Он перешел в Реал. У него что-то форма плохая. Вот. А у нас, кстати, друзья, уже, кстати, март месяц. Поздравляю вас с этим. И мы начинаем матч. Домашний матч в Кубке Испании против Мадридского Реала. Мы проиграли 1-0 Реалу в Кубке Испании на выезде. Теперь нам надо побежать их дома. Поехали. Итак, разминаются игроки Барселоны. Фрэнки де Йонг. Посмотрим, как мы сегодня сыграем против Реала. Это все-таки Кубок Испании. Полуфинал. Один шаг у нас остается. Последний матч перед финальным матчем. Мы проиграли 1-0 Реалу на выезде в Кубке Испании. Но в предыдущий матч разгромили их 4-1 на Сантьяго Бернабе вторым составом. Я не понимаю логику этой игры. Но да ладно. Итак, Кубок Испании. Поехали. Хорош. Все. Неймар. Неймар, беги. Беги, Неймар. Да как он сейчас не забивает, а? Что вообще сейчас было? 1-1. Все, сидеть. Жезус молодец. 77-ая минута. 1-1. Все. Дожали. Я уже думал, все. Ворота заколдованные будут сейчас у Куртуа. Все. Осталось там 15 минут. Нам надо забить второй. Фуф. Немного вот камень души прям ушел. Но пойдет. Жезус какой-то. Первый гол. Молодец. Гризман. Месси. Месси. Месси на последних силах. Месси на последних силах. Месси на последних силах. Делал рывок этот. Зашел в штрафную. И нашел Неймара. Который вот здесь вот подключается. Только сейчас. Вторым касанием забивает. На спокойствие Неймар. Свой тоже первый гол забивает. Так что два бразильца сегодня у нас. Помогает обыгрывать Реал Победа Барселоны над Реалом 2-0 дома Все А это значит, что мы попадаем в финал Кубка Испании Мы обыграли за выпуск дважды Реал Мы не матчем не проиграли 2-1 победа над Наполе 4-1 над Реалом в чемпионате И 2-0 в Кубке Испании Супер Ну а Атлетика, скорее всего, будет в финале Леопорта находится в прекрасной форме Все комплименты заслужены, мы скажем Эта победа станет нам подспорьем в финале Посрать на них вообще Они вообще шару с углового забили Нам в том полуфинале, в первом И все, Куб Барселоны пропустил Матч с Кубом Реал, вот так вот и надо У нас сейчас отрыв все так же в 3 очка Надо Атлетика, но зато сейчас у нас отрыв 7 очков от Реала Это и замечательно Дембеле говорит, что он полностью восстановился Скажем, ты вернешься, но постепенно Не будем быстро его вкатывать сейчас Хотя Я посмотрю Что там, ну да, Дембеле готов Вообще Да и Чалов там готов Так что, спасибо Иби и Пересу Они помогли Все, ну вот она, такая вот Расстановка Я смотрю сейчас еще, может кто позиции какие там Прокачал у себя, да вроде как Больше и нет В общем, на этом все Выпуск наш сегодняшний заканчивается В следующем выпуске Я отыграю 4, пожалуй, матча В следующем выпуске будет Уже известно, играем мы в четвертьфинале Лиги Чемпионов или нет Ну и такие вот матчи Депортиво, Малерка и Соседат Все Ну а в последующем уже На март просто вам говорю Вот и потом будет у нас уже просто Два матча Со сборной России Спасибо вам большое, друзья, за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки С вами был Андрей, канал Футбол Это Жизнь До новых встреч, друзья Всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok